Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как получить визу в Японию. Первое, с чего стоит начинать поездку в ту или иную страну, это ознакомление с визовыми формальностями. Для жителей Украины действует облегченный визовый режим с Японией, но японцы особое внимание уделяют соблюдением требований. Итак, первое, что должен иметь турист, это действующий загранпаспорт. Неважно, биометрический он или старого образца. Количество поездок в другие страны не играет роли. Второе, нужно сделать фотографию. В качественном фотоцентре, я не оговорился, нужно делать фото у профессионалов, которые имеют представление о том, какой должна быть фотография на визу. Размер 4,5 на 4,5 сантиметра. Даже если фото будет немного дороже, чем у конкурентов по соседству в подвале, делайте в хорошем месте. Если вы носите очки, бороду, усы, накладные ресницы или у вас татуировка на все лицо, то фотографируйтесь, как говорится, такими, какой вы есть. Я, например, ношу очки. Моя фотография на визу в Японию выглядит так. Я решил поехать в Японию с бородой, поэтому перед тем, как пойти в фотосалон, не брился. Важно знать, далеко не факт, что фото примут с первого раза. Японцы огромное внимание уделяют фотографиям и могут спустя несколько дней после подачи вернуть пакет документов в связи с некачественным фото. Поэтому лучше подавайтесь на визу заблаговременно, примерно за три недели до вылета. Хотя процедура рассмотрения и выдачи занимает не более пяти рабочих дней. Третье. Японскому посольству необходимо показать вашу состоятельность. А именно деньги для путешествия в Японию. Нужно сделать справку о движении по банковской карте за последние три месяца. Сумма на остатке должна определяться так. 250 долларов, умноженные на день пребывания в Японии. Например, летим на семь дней, то на карте ваш остаток должен быть 1750 долларов. Неважно, откуда у вас возьмутся эти деньги. Вы можете за день до того, как будете делать выписку, вынести на карту необходимую сумму. Выписку нужно брать в банке, официальную, с печатью и с переводом на английский. Конечно, это не означает, что в Японии нужно тратить именно столько денег. Всегда таможенные и пограничные службы страхуются. Главное, чтобы у туриста хватило денег на обратный билет, если он вдруг опоздал на рейс. Или по каким-либо причинам должен вылететь раньше или позже. Если вы сделали первые три пункта, то делаем четвертый шаг. Можно смело выкупать авиабилеты. Если вы планируете после посещения Японии лететь в другую страну, то может потребоваться разъяснение о детальном плане вашей поездки и мест размещения в других странах. С одной стороны, это не касается японцев, но с другой должна прослеживаться логика в ваших действиях. Пятое. Бронь отеля. Ознакомиться с ценами на размещение, естественно, следует перед покупкой билета на самолет, поскольку бывают случаи, когда места в интересующих вас гостиницах просто нет. Итак, если есть доступные номера к бронированию, то оплачивайте и требуйте ваучер для посольства. Намерение поехать в тот или иной отель или какая-нибудь предбронь в случае с Японией не подходит. Вы либо живете там, либо нет. Шестое. Справка с места работы с указанием должности и оклада за последние 6 месяцев. Для частных предпринимателей подойдет декларация о доходах за последний отчетный период. Как таковой требуемой суммы оклада нет, но, естественно, если официальная часть равна 3000 гривен в месяц, вы не можете просто позволить себе поездку в Японию. И последний, седьмой пункт. План путешествия. В посольстве требуется обязательный план вашей поездки. Я считаю, что это делается лишь для того, чтобы еще раз проверить адекватность и грамотность заявителя. На деле же все написанные здесь мероприятия, скорее всего, не сбудутся. Если вы летите в первый раз и не пользуетесь помощью профессиональных гидов, да и не нужно посекундно рассчитывать, сколько у вас времени займет любование с Акурой или поеданием суши в колоритных ресторанах на Синдзюку. Так выглядел мой план поездки. Я просто указывал район, куда планировал пойти. По факту я выполнил все намеченное и даже перевыполнил план. Но по прилету в диковинный Токио, уверен, захочется еще чего-то больше, нежели информация, взятая из интернета. Так что, друзья, Япония ближе, чем она кажется. Визу получить очень просто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok